Привет! Сегодня будем говорить о поясной сумке Стэнли. Посмотрим на нее поближе, оценим ее, разберемся в ее плюсах и минусах. И также посмотрим, как ее применять можно, где, что, зачем и почему. Поехали! Итак, поскольку я являюсь электриком, то как почти всегда я с собой ношу довольно большой набор инструментов всякого разного. То есть отвертки, бокорезы, монтажки, ножи и так далее и тому подобное. Но если мы передвигаемся в рамках какого-то между объектами, то проблем нет. У меня есть сумка Стэнли, обзор на нее на канале есть. Туда все замечательно помещается, все классно. Но если же мы по одному объекту перемещаемся, какие-то там работы выполняем на одном объекте, то постоянно использовать только в той большой сумке с собой вытягать неудобно немножко. То есть, допустим, я взял какую-то там, мне надо, твердка, да, в тот же самый момент мне нужны бокорезы. То есть мне надо приходится спрыгивать со стремянки, идти за ними, как бы, либо разложить в карманы. Карманы не резиновые, сами понимаете. Для этих целей я использую вот такую сумку поясную. То есть у меня на самом деле их уже пара штук есть. Как бы это уже третья, я думаю, это уже последняя сумка такого плана. Потому что здесь сочетаются все ее, ну, все, что мне нужно практически здесь есть. То есть в отличие от тех сумок, которые у меня есть. Да, есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. Ну, как бы не минусы, больше придирки, наверное. Но, как бы там ни было, это сумка отличного качества. Давайте на нее посмотрим поближе и разберемся, что к чему и что как в ней. Итак, поехали по сумке. Сумка. Производитель заявляет, что сделана она из носостойкого нейлона с прочностью 600D. Не могу не согласиться. Качество отличное. Качество материалов, то есть все замечательно. Все классно. Сшито, скроено, без каких-либо огрехов. Все строчки ровненькие, где необходимо есть усиление у нас. Прошито строчками, то есть держаться будет все замечательно. Если здесь есть стропы у нас, да, то стропы толстые, такие мощные. То есть выдержат долго и хорошо. Но поехали сверху по порядку. Первое. У нас встречает задняя часть сумки самой непосредственно. У нас сделана из такого, внутри мягкий материал, уплотнитель какой-то положен. То есть она такая мягенькая. На шлевке у нас нашита надпись резиновая Стэнли. Логотип компании. Шлевка сама по себе достаточно большого размера. То есть сюда влезет любой ремень. То есть сюда вплоть, наверное, до 7 сантиметров ремень влезет. У меня сейчас вот 6 сантиметров ремень, да, то есть он абсолютно свободно здесь как бы располагается и ничего ему не мешает. Далее. Габаритные размеры сумки. Высоту сумка, ну, где-то в районе 30 сантиметров. В ширину сумка в самом широком месте где-то в районе 25 сантиметров. Ну и толщина сумки, как набьете, собственно, ну, наверное, сантиметров до 10 ее оттопырить можно. Как бы там даже больше может быть. Так, по карманам пошли. Первый карман, который ближе всего к телу у нас. Здесь пустой карман абсолютно. Ничего у нас в нем нету. Ну, то есть никаких дополнительных внутри скрытых карманов. Шириной этот карман в узком месте 19 сантиметров. Глубиной 15, чуть-чуть больше, 15 сантиметров. Далее идет карман у нас тоже на всю глубину. Тоже простой карман без всяких внутренних каких-то отделений. Здесь чуть шире 20 сантиметров. И глубиной он помельче. Он будет у нас где-то 12 сантиметров глубиной. Но этот карман, если вот так смотреть, да, то он, этот узкий карман, этот более широкий карман. Потом идет самый такой многофункциональный карман, в котором внутри у нас нашиты здесь стропы для отверток, там для чего-либо такого. Он у нас шириной больше 20 сантиметров. И глубиной у нас он самый глубокий. У нас глубиной он, грубо говоря, 17 сантиметров. То есть, и он самый, у него площадь самый широкий. То есть, он самый-самый широкий. Сюда можно положить уже все. Далее идет у нас двойная стенка. Вот эта часть. И на передней части у нас несколько элементов дополнительных. То есть, подвесная сумочка, в которую мы будем ложить, наверное, какие-нибудь там саморезики и все такое прочее. То есть, если мы ее наклонились, да, то она будет у нас отгибаться и мешать не будет. Ну, высыпаться из него ничего не будет. Далее у нас две широких стропы для монтажек, для отверток, для чего угодно. Стальная толстенная скоба для молотка. То есть, это однозначно зачет. То есть, очень удобная, классная штука. И сбоку еще у нас нашит хвостик, колечко для чего-нибудь, для карабина пластикового или для чего-нибудь такого подобного. Также у нас в основном кармане, в этом переднем, в котором у нас основном, предусмотрено отверстие для слива воды. То есть, если мы сюда воды случайно набрали каким-то образом, то у нас вся вода влагополучно сольется и инструмент, как минимум, не будет в воде у нас находиться. Собственно, по сумке все. Поехали наверх. Итак, давайте пройдемся по минусам и по плюсам. Минусов, как таковых, нету. Есть такие небольшие придирки, которые, как бы, ну, немножечко не то. Но, первый, если ее использовать, так скажем, в режиме на поясе носить ее, да, то зачастую, когда мы какой-либо, допустим, у нас лежат какие-нибудь монтажки, да, вот в сумке, то, как бы, немножко неудобно за счет того, что достаточно плотно карманы расположены друг к другу, и их много, достать ее, особенно здесь, если здесь что-то лежит, иногда застрает, как бы, немножко неудобно. Второй момент, наоборот, когда мы пытаемся положить за счет того, что очень много карманов, то есть мы, допустим, я, ну, может быть, это в силу того, что еще не привык, ложу не туда, куда надо, то есть постоянно как-то я промахиваюсь. Ну, это, я же говорю, это больше придирка, это вопрос, вопрос привычки. Если же мы носим эту сумку вот так на плече, да, то есть, как я вот зачастую, да, там, куда-то наложил инструменты и пошел куда-то, да, там делать, то есть, либо там, куда-то мне попросили сделать, чтобы не тянуть большую сумку, сюда положил, на плечо повесил и пошел. То есть, сюда набил инструментов, все отлично, сразу становится замечательно, все на своем месте, ничего не вываливается, то есть, это уже плюс, то есть, если, то есть, как бы, количество карманов и плотностей, это одновременные плюсы и минус, смотря как его носить. Ну, собственно, по минусам, наверное, все. Еще небольшой минус, это я хотел бы сказать, но это не только по сумке, а в целом по компании стенды. Почему вы не сделаете пояс отдельно продающийся, у вас его нет, как бы я пользуюсь другим поясом, тоже неплохой, но хотелось бы, раз уж комплекту, комплект был полный. Теперь плюсы. Их достаточно много. Первый плюс, это качество материалов. Качество на высоте, материалы все толстые, сразу видно, что она прослужит долго. Скроена, сумка сшита, имеется в виду, отлично просто, потому что у нас там, где необходимо, у нас есть усиление, то есть они прослужат долго, все прошито, все, где нитки не торчат, в таком случае я не обнаружил, все замечательно. Следующий плюс, это то, что у нас есть, присутствует здесь скоба для молотка, это я как плюс отношу, потому что на сумке, которая у меня есть от Берг, да, там есть петелька, но неудобно, то есть когда мы работаем, нам необходимо что-то там прибивать, да, то есть сюда молоток кинул, как бы он болтается, как бы его достать и положить очень удобно. Там же надо попадать, его каждый раз, то есть это очень неудобно. Потом плюс еще, это все-таки количество карманов, отделений и сюда можно положить очень много и ничего путаться не будет, в одном навалом не будет лежать. И еще один для меня лично самый, наверное, главный плюс, это отношение ее высоты к ширине, то есть она больше узкая, чем широкая, потому что у меня, допустим, есть сумка, еще одна, это я ее один-два раза попользовал и все, и перестал, потому что очень неудобно. Она широкая, это бицентровская сумка, она широкая, но невысокая, то есть карманы достаточно мелкие и что-то, когда мы ложим сюда, у нас просто вываливается и все, то есть часто игру, что у меня инструмент просто выпадает на пол, это очень неудобно. Собственно, все по сумке, отличная сумка за свои деньги, очень сильно поблегчает выполнение всех работ, мне все нравится, я надеюсь, что она вам подойдет и мой отзыв был о ней полезным. На этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока-пока.